На линии фронта за прошедшие сутки произошло 110 боевых столкновений. В принципе, интенсивность боев держится примерно на одном и том же уровне. Единственное, что перетекает с одного оперативного направления на другое, это количество атак. Враг продолжает применять свою методику качелей, когда давят сначала на одном направлении, не получается. Давят на другом, на том направлении, где давили, проходит перегруппировка войск. Замена пополнения потерь, замена вторым эшелоном первого эшелона. Вот таким вот образом эти качели продолжаются уже довольно длительное время. По уточненной информации, враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 3 ракетных удара с применением 4 ракет. 61 авиационный удар, в частности сбросил 82 каба и совершил более 4000 обстрелов, среди них 120 с применением реактивных систем залпового огня. Кстати, смотрите, интенсивность работы артиллерии выросла практически в два раза по сравнению с предыдущими двумя сутками. Далее мы пройдемся с вами по оперативным направлениям и начинаем, как обычно, с Харьковского. Линия фронта. Тут российские оккупанты четырежды при поддержке авиации по направлению Кщебекина с территории Российской Федерации пытались штурмовать наши позиции в районе Волчанска. Все вражеские атаки были отбиты, они оказались безуспешными и противник, понеся потери, откатился на исходные рубежи. Здесь есть проблема в том, что на 50-60 километров от границы мы отогнали, в основном, зенитно-ракетные подразделения рашистских войск. И, слава богу, по Харькову ЗРК С-300, С-400 пока не прилетают. Но этого недостаточно, потому что мы не можем подтянуть туда средства ПВО, чтобы начать сбивать рашистские самолеты, которые сбрасывают кабы на наши войска и продолжают сбрасывать кабы на город Харьков. Вот в этом проблема. Либо мы ждем дальнейшего разрешения на применение, допустим, ракет Атакмс в кассетном варианте, это будет 164 километра, примерно на такую дальность мы сможем разгромить аэродромы подскока Рашистской Федерации. Тем самым, откинув их дальше и более-менее защитив от ударов кабами. А может быть сразу Соединенные Штаты дадут нам разрешение и на 300 километров наносить удары, о чем, кстати, разговоры идут среди политикам, но пока решение не принято. А пока под шквальным огнем рашистской артиллерии, а они вывели ее в основном на территорию Рашистской Федерации, они очень боятся заходить на нашу территорию, чтобы не попасть под контрбатарейную борьбу, и на максимальных дальностях пытаются наносить огневое поражение нашим войскам. Далее идет Купинское направление. Тут 14 атак предпринято врагом. В основном атаки проводились противникам вблизи населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Стельмаховка, Новогоровка. Подразделения Сил обороны Украины 11 атак отразили, а 3 атаки продолжались еще на конец суток. Ситуация довольно напряженная на Купинском направлении. Я напомню, что здесь наибольшее количество бронетехники сосредоточено, и враг чаще прибегает к атакам в единобронированном порядке, или к атакам с поддержкой бронетехники. Самая такая напряженная ситуация складывается на этом оперативном направлении в районе населенных пунктов Степной, Новоселки, Берестово и Невское. Там, вот, кстати, здесь на конец суток боевые столкновения еще продолжались. Но на данный момент скажу, что изменений в линии фронта на Купинском направлении за прошедшие сутки не произошло. Далее Лиманское направление. Тут, наоборот, активность упала, резко упала, и враг всего-навсего дважды пытался атаковать наши позиции. Оба раза безуспешно. Атаки проводились в основном в районе Жиловки и Кременной. Не добившись успеха, противник, понеся потери, отошел на исходные рубежи. Также безуспешной была попытка вражеских оккупантов приблизиться к Белогоровке на северском направлении. То есть, вы помните, да, когда они имели там частичный успех и практически пару штурмовых групп дорвались до околиц Белогоровки. После чего наши войска провели стабилизационные мероприятия и уничтожили. Никто не ушел. Уничтожили эти штурмовые группы и восстановили статус-кво по линии фронта в районе Белогоровки. Так вот, противник теперь возобновил попытки приблизиться к Белогоровке хотя бы на какую-то минимальную дистанцию. Чего ему категорически не удается. Несут огромные потери и отходят на исходные рубежи. Далее у нас идет с вами Краматорское направление. Тут ситуация тоже довольно напряженная. С начала суток агрессор в течение суток 7 раз пытался атаковать подразделения сил обороны. В основном атаки опять же сосредотачивались на южном фланге и в центре. Калиновка, Клещевка, Андреевка, Часов, Яр. Ситуация под контролем сил обороны. Но здесь надо отметить, что скорее всего в ближайшее время на Краматорском оперативном направлении могут начаться активные попытки возобновления наступательных действий. С чем это связано? С тем, что мы видим окончание перегруппировки войск. Подтянули они свежие силы из оперативной глубины. Те подразделения и части, которые еще не принимали участие в боевых действиях. Так что они скорее всего могут попробовать еще одну попытку наступления. Либо на южном фланге, на рубеже Клещевка, Андреевка. Либо на Влоб, на Часов Яр. На вот этот район Часов Яра канал, который находится на левом берегу канала Северский Донецк-Донбасс. Далее Покровское направление. Вот здесь продолжается ад на земле. Я бы даже так сказал, 37 штурмов предпринял враг наших позиций на Покровском направлении за прошедшие сутки. Наибольшая активность российских оккупантов была в районе Очеретина, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниваться в наши боевые порядки. В основном это было практически на всех направлениях, точнее от Очеретиного. К сожалению, при поддержке артиллерии и авиации противник имел частичный успех в районе Новоалександровки. Там они немного продвинулись вглубь нашей обороны. Нашим войскам пришлось оставить несколько позиций. Сейчас силы обороны Украины прилагают все усилия для недопущения дальнейшего продвижения войск противников в глубину нашей обороны, нашей территории. Вот тут надо отметить связку. Многие говорят, что будем ли мы контратаковать на Харьковском направлении, будем ли мы вбивать противника оттуда. И связка состоит в том, что фактически враг, на мой взгляд, враг добился своего успеха в плане того, что... Или добился поставленной цели, так правильнее будет сказать, тем, что тянул все-таки часть резервов с Восточного фронта на Харьковское направление. Мы вынуждены были перебросить часть бригад. И сейчас эти бригады ведут бой на Харьковском направлении с силами противника. Там, судя по тому, что Рашистское командование готовит ввод в бой на Харьковском направлении последние резервные соединения, это 72-я мотострелковая дивизия, и не начинает, не открывает очередной фронт на Сумском направлении, можно сделать вывод, что пока что Рашистское командование считает достаточным отвлечения сил и средств с Восточного фронта наших за счет вклинения рашистских войск на Харьковском направлении. Далее, если, поэтому здесь прямая зависимость, как только там они вклинились, тут через какое-то время, когда мы туда перебросили резервы, здесь через какое-то время началась активизация, большая активизация боевых действий. Далее и далее ситуация будет зависеть от того, насколько враг будет иметь успех на Покровском направлении. Если им удастся прорывать нашу оборудование на Покровском направлении, то я думаю, что тогда вероятность вторжения или попыток вторжения на Сумском направлении снизится практически до нуля. На Харьковском направлении враг будет просто сохранять достаточную интенсивность боевых действий, чтобы не дать нам возможности перебросить резервы на Покровское направление, а здесь на Покровском направлении будет пытаться развивать успех в плане прорыва нашей обороны. Если удастся, если не удастся, то я думаю, тогда будут предпринимать максимальные попытки усилить Харьковское направление, за счет чего трудно сказать, пока только за счет текущего пополнения, восполнения потерь, за счет вот этой мобилизационной, налаженной мобилизационной машины, которая выдает в среднем 25-30 тысяч мобилизованных в месяц. И тогда вероятность атаки нашей границы на Сумском направлении тоже может возрасти. Не важно, сколько там погибнет рашистов, не важно, чего они там добьются, важно, что они вынудят нас перебрасывать резервы еще и на то направление. Поэтому здесь вот, а здесь тоже, видите, та же самая методика, ну не умеет рашистская армия воевать по-другому. Качели. Они устраивают нам качели. Надавили на Харьковском направлении, чтобы немножко ослабить Восточный фронт. Мы вынуждены перебрасывать резервы, они начали давить на Восточном фронте. Мы не можем снять резервы с Харьковского направления, поэтому отбиваемся сейчас с двух сторон. Но, в принципе, я думаю, что максимальные возможности, которые при таком темпе потерь, которые несет сегодня рашистская армия, ну полтора месяца это от силы. Ну если Путин не объявит, конечно же, либо очередную волну мобилизации, либо не объявит всеобщую мобилизацию. И то сегодня это уже как бы позднее действие, потому что если сейчас ее объявлять, или там через две недели, то мобики придут на фронт где-то в августе, к концу августа месяца, в сентябре, не раньше. Но, видите, тем не менее, сейчас они устроили нам действительно ад на земле, в плане того, что вчера было 35, сегодня 37 штурмов наших позиций на Покровском направлении. Далее, Кураховское направление. Здесь 7 боевых столкновений произошло за прошедшие сутки. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Просковеевка и Водяное. Вблизи Красногоровки еще продолжались боевые столкновения на конец текущих суток. А вот в районе Победы, опять же, враг при поддержке авиации и при интенсивном огне артиллерии имел частичный успех, и нашим войскам пришлось составить несколько позиций. Враг немного продвинулся в глубину нашей обороны. Так что здесь тоже силы обороны Украины на Кураховском направлении, отбив основную массу атак, сейчас принимают меры к стабилизации ситуации, не допущению дальнейшего продвижения расистских войск вглубь нашей обороны. Далее у нас идет Времевское направление. Тут произошло шесть боевых столкновений. В основном это были атаки противника наших позиций в районе Константиновки, в районе Золотой Нивы, Урожайного и Старомайорского. Здесь ситуация контролируемая со стороны наших сил обороны, и враг, понеся потери, отступил на исходные рубежи. Никакого успеха расистские войска на этих оперативных направлениях не добились. Линия фронта осталась без изменений. А вот далее на Ореховском направлении, несмотря на то, что боевая интенсивность была не такая высокая, всего пять атак было предпринято противникам на нашей позиции, к сожалению, враг имел частичный успех в районе Работина, а именно восточнее самого Работина. Хотя атаковал и не только в районе Работина, но и в районе Малой Токмачки, Новоданиловки и Малых Щербаков. Но они решили обойти по гряде высот. Врагу удалось подняться на гряду высот восточнее Работина, и они решили по этим высотам обойти Работина. Потому что, так как я и говорил вам, закрепиться в Работина невозможно. Поэтому враг предпринимает попытки его обойти. Ну, опять же, наши войска отходят равномерно, максимально нанося урон расистским войскам и изматывая противника в таких вот изнурительных оборонительных боях. Это, в принципе, главная задача стратегической обороны. Что мы с вами, как мы, мы с вами ее, в принципе, довольно неплохо на сегодняшний день выполняем. И остается у нас Приднепровское направление. Тут оккупанты не оставляют намерений выбить силы обороны с левобережной части Днепра. Два штурма было предпринято расистскими войсками за прошедшие сутки, ни один из которых не увенчался успехом. Крынки сражаются, другие плацдармы на левом берегу сражаются, наносят урон противнику и по мере возможности наращивают свой боевой потенциал для нанесения урона врагу. Так что левый берег на Приднепровском направлении ситуация остается без изменений. Мы продолжаем там обороняться. По огневым задачам, вчера воздушные силы и ракетные войска вооруженных сил Украины вместе с артиллерией поразили 15 районов сосредоточения личного состава техники и вооружения врага. Также под удар попали пункт управления войсками. Район сосредоточения техники отдельно был обнаружен и атакован нашими огневыми средствами. Также район огневых позиций артиллерии вражеской, база горюче-смазочных материалов, радиолокационная станция, станция радиоэлектронной борьбы, наземная станция управления беспилотниками вместе с операторами была уничтожена, три средства противовоздушной обороны и два других важных объекта противника. То есть, как вы видите, довольно большой перечень объектов и целей, которые были поражены нашими войсками, как авиацией, воздушными силами, так и ракетными войсками и артиллерией. В итоге, у такого усиленного огневого поражения расширские оккупационные войска понесли следующие потери суммарно на всей линии фронта. В личном составе 1280 оккупантов, в технике и вооружении в танках 12 единиц, в боевых бронированных машинах 16 единиц, в артиллерийских системах 40 единиц, в реактивных системах залпового огня 1 единица, в средствах противовоздушной обороны 3 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 39 единиц, в ракетах различного типа 2 единицы, в автомобильной технике 69 единиц, и в специальной технике 12 единиц. Вот такие потери суммарно на всей линии фронта от Харькова до Олешек понесли вражеские оккупационные войска. И в общем, вот такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях в нашей стране. Ну и два, у меня есть одно объявление, это касается в основном жителей Киева и Киевской области. С сегодняшнего дня в Киевской области проводятся учения, командно-штабные учения с отработкой отдельных элементов на местности по организации обороны города. Это афишированная информация, просто я хочу, чтобы вы все понимали, что Генеральный штаб вооруженных сил Украины просит никого не производить фото-видео фиксацию, перемещение техники, а она будет, перемещение техники, в том числе и тяжелой техники, перемещение воинских подразделений по Киеву и Киевской области, а также кто-то может проживать недалеко от районов, где будут отрабатываться учебно-боевые задачи. Кстати, гремящие взрывы тоже не всегда будут говорить о том, что это вражеские. Наши бойцы будут использовать в том числе, а точнее отрабатывать и вопросы тренировки в огневом поражении врага. Так что до 13 июня у нас будут проходить вот эти учения. Это информация для киевлян и жителей Киевской области, да и гостей столицы. Далее, очень интересная информация появилась о работе нашей контрразведки, службы безопасности Украины. Здесь работа идет просто колоссальная, поэтому не рассказать о ней просто нельзя. СБУ сообщает о задержанных агентах. Вы знаете, что постоянно у нас это идет информация. Суды выносят приговоры по ранее раскрытым делам. Причем агентура вскрывается самая такая высокого, я бы даже сказал, уровня. Ну, например, 5 июня в городе Днепр был задержан агент главного управления Генштаба Вооруженных Сил Рашистской Федерации. Я объясню, что такое главное. Главное управление теперь это бывшее ГРУ, Главное разведывательное управление. Теперь оно называется Главное управление ГШ, ВС, РФ. Вот так вот. Основная задача этого агента была корректировка вражеского огня по локациям сил обороны на Днепропетровщине. А за день до этого стало известно, он корректировал огонь, куда попали, куда не попали. Те ракеты, которые Рашистская Федерация выпускала по городу Днепр и по его окрестностям. А за день до 4-го числа стало известно о приговоре суда по одному из наводчиков, которые тоже наводили варшистские ракеты по энергетической инфраструктуре города, точнее, Николаевской области. Данный агент, варшистский агент, получил 15 лет от строгого режима за работу на вражескую разведку. Так что, в этом вопросе СБУ постоянно защищает. Я вам сейчас приведу статистику, сколько вот такие интересные цифры, это ключевые цифры, которые озвучивали, они официально озвучены, это не составляет никакую тайну. Только с начала этого года, то есть за 5 месяцев этого года, ну июнь только начался, служба безопасности открыла 477 уголовных производств в отношении государственной измены. Сообщено о подозрении 541 лицу осуждено, за 5 месяцев 157 человек. 1094 уголовных производства по фактам коллаборационной деятельности. Подозрение объявлено 1203 лицам, осуждено 311 человек. 185 дел о пособничестве государству-агрессору. Сообщено о подозрении 146 лицам, осуждено 20 человек. 89 производств по передаче врагу данных о нахождении вооруженных сил Украины или корректировке обстрелов. Подозрение объявлено 79 лицам, осуждены 29 человек. В общем, следствие продолжается еще в более чем тысячи производствах, то есть уголовных дел, за государственную измену и почти 3000 за коллаборационную деятельность. Вот такая статистика за 5 месяцев текущего года. Вот так работает наша контрразведка СБУ. И тут надо еще отметить, что вы понимаете, что раньше до 2014 года у нас же мы хоть и были всегда были с первого дня европейско-ориентированными, ориентированной страной. Но у нас, особенно российские спецслужбы, работали фактически в открытом режиме. Так что тут только можно представить себе, вообразить себе, какое количество агентуры было завербовано и законсервировано для работы на российскую разведку, на российские спецслужбы. Тем более, что у нас мы не предприняли такой шаг, как это сделали, допустим, страны Балтии. Там в свое время открыли архивы Комитета госбезопасности Советского Союза. И сразу стало ясно, кто кому брат, кум и сват. Кто сотрудничал с Комитетом госбезопасности, кто давал подписки различные, кто сообщал какую-то информацию и так далее. У нас, к сожалению, до этого дела не дошло, до публичного открытия. Можно запрос отправить, но надо его отправлять целевым назначением, то есть по конкретному действию или по конкретному человеку. А вот так, чтобы как в странах Балтии архивы отбыли открыты и предоставлены в открытый доступ, у нас, к сожалению, это не произошло. Но все равно надеемся, что после окончания войны служба безопасности именно на такой шаг и пойдет, потому что открытый диалог с обществом, он помогает в этой работе. И в принципе контрразведка, она сегодня работает на полную мощность и еще и раскручивает свою деятельность, создается своя внутренняя агентура для борьбы с коллаборантами, для борьбы с предателями, корректировщиками и так далее. А глава службы Василий Малюк особый акцент делает именно на работе контрразведки. Особенно обращают внимание на быстрое задержание диверсантов как свидетельство качественной и системной работы контрразведки СБУ и всей службы в целом. Вот такая вот интересная информация, статистика по работе контрразведки на нашей территории. Я думаю, что это еще продлится многие годы, даже после окончания войны и открытие архива будет способствовать разоблачению агентуры, потому что это все элементы одной и той же сети, которую враг столько лет создавал на территории нашего государства. И теперь иногда нам это обходится кровью. В потере, особенно потери граждан, это обходится нам ухудшением условий жизни в стране, тем, что критическая инфраструктура разрушается с помощью вот таких агентов, наводчиков и предателей, которые рассказывают, ну и победа наша достается более дорогой ценой в результате того, что иногда вот такие корректировщики сообщают места нахождения наших войск и они попадают под удары расистских оккупантов. Субтитры создавал DimaTorzok